Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Для тех, кто зашел впервые, я хочу представиться. Меня зовут Леной. И в этом видео вы увидите мой первый заказ в этом году. Этот будет заказ косметический. Все продукты, которые я заказала, они просто необходимы для того, чтобы создавать красоту и главное, и тепло. Итак, давайте начнем. Сейчас перед вами продукты, которые я заказала из номера 01. Мне уже дали номер 2. Он посвящен полностью Дню Валентина. Начну я свой обзор с маски для склонных к жирности или проблемной к коже. Я взяла маску под номером 02, а всего их 4. Перед вами 4 маски, и они все помечены цифрами, и каждая маска для чего-то предназначена. Первая маска – это энергия витаминов для утративших упругости кожи. Вторая маска для склонных к жирности или проблемной коже – это мотирование. Третья маска для утратившей тонус и уставшей кожи – это лифтинг. И последняя маска под номером 4 – для склонных к пигментации или тусклой кожи. Это ровный тон. К этим маскам предлагается уже за отдельную оплату кислородный спрей-активатор. Я его не взяла. Решила поэкспериментировать. Что будет, если я его не возьму? Будет ли маска также работать без него? Вот так выглядит тюбик, в котором находится маска. Он напоминает пробник, который предназначен для одного или два применения. И также на коробке написана инструкция, как нужно применять, и также советы. Открываете коробку. Здесь присутствует фольга, которая говорит о том, что до вас маску никто не использовал. Вы будете первым человеком, который эту маску откроет. Это очень приятно и очень мило. Текстура этой маски густая. Я порекомендую, что не надо делать очень толстый слой при нанесении. Можно сделать и тоненький. И тогда маска будет не в одном применении, не в двух. А довольно так в большом уже применении. Маска уже опробована. Ее опробовала моя дочка Вероника, потому что у нее тип кожи к склонности к жирности. И давайте я с вами сейчас поделюсь впечатлением об этой маске. Итак, я не брала активатор для того, чтобы маска быстрее сохла. Я порекомендовала дочке спрей лед для лица. Вы знаете, могу вам сказать, то что одинаковое было действие. Маска довольно быстро так и засохла. Вот, я покажу вам. Свотч можно посмотреть. Я побрызгала спреем. И можно заметить, что маска засохла. Имя ожидания на лице этой маски всего лишь 20 минут. Снимать нужно ее ватным, влажным тампоном или диском. Как вам будет более удобно. Чудес сразу не бывает. Они происходят постепенно. Потому что, купив продукт, вы ожидаете от него, что результат будет мгновенным. Но все происходит постепенно. Маска очищает кожу, но не глубоко. Сделала маску для лица. Улучшила внешний вид. Кожа стала ровного оттенка. Эффект матирующий присутствует. Продукт, который я хочу вам показать, это ванильное лакомство. Ванночка для маникюра. Взяла я эту ванночку для того, чтобы немножко сделать профилактику для своих ноготков. После отпуска нужно немножко их, конечно, как бы говоря, поухаживать за ними. Потому что в отпуске нет возможности, чтобы конкретно сделать маникюр. Поэтому вот взяла вот такую ванночку, немножко побаловаться. И первое впечатление, которое я хочу вам сказать, то, что мне очень понравилось. Первое то, что это приятный, ненавязчивый ванильный запах. И какие действия делает эта ванночка? Первое то, что она размягчает кутикулы. И кожа приобретает очень приятный ванильный запах. И как же ее применять? Вы берете водичку, наливаете. В инструкции написано, что нужно 2 или 3 капельки добавить этого средства. Но это средство не такое, чтобы можно было отмерить капельки. Сейчас покажу почему. Здесь присутствует фольга. Очень приятно. Нам я не стала ее убирать, чтобы показать вам, что при открывании крышки вы обнаружите фольгу. Очень приятно, мило. Вот так выглядит это средство. Здесь, как вы видите, невозможно отмерить по капелькам. Поэтому я сделала все на глаз. Ну и не ошиблась в этом вопросе. Поэтому мне очень понравилось делать вот с этим средством ванночки. Плюс надолго хватит это дело. И то, что руки становятся после этого мягкими, эластичными. И кожа такая приятная на ощупь. Кутикулы, которые у меня очень в таком твердом состоянии, они размягчились. У меня очень быстро обрастают кутикулами ногти. Поэтому, конечно, мне нужно частенько так делать такие ванночки, чтобы мои кутикулы постепенно вообще исчезли. Дальше хочу вам показать бальзам, который предназначен для губ. Идет он для детей. Беру этот бальзам во второй раз. Этот бальзам просто супер-пупер. Брала я для своего сына Андрея. Потому что у него просто любительская привычка облизывать свои губы. Когда мерничает, допустим, или переживает, то он облизывает губы и они быстрее обветриваются. И бальзам просто выручает в этом вопросе. Снимает обветриванность. И плюс смягчает губы. И плюс он еще удобен в использовании. Здесь вот так выглядит носик. И можно заметить, что бальзам уже готов к применению. Можно уже мазать губы. Не царапает, ничего не делает, чтобы можно было сказать, что он вредит коже губ. Нет, просто замечательный носик. Сатиновую губную помаду. Сияние в цвете. Мне очень понравилась из этой серии губная помада. Плюс то, что она очень долгая, стойкая и быстро нестираемая. Когда вы выдвигаете стик, можно заметить надпись Faberlic. И вот такой сводч. Номер 4586. Прибежается весна, хотя она еще, в принципе, будет в марте месяце. Но уже хочется весны. И поэтому я взяла парфюмерную водичку, мимозу. Вот так выглядит туалетная вода. Очень так красиво оформлена. Здесь присутствуют цветочки мимозы. И по поводу запаха. Запах мне понравился. Ненавязчивый, очень приятный. И стойкий, но лучше вечером повторить. Не вечерний вариант, скорее всего, дневной вариант. И запах просто потрясающий. Мне он очень понравился. Еще раз повторю. Ненавязчивый, очень приятный, милый. И очень вкусно пахнет. Я взяла карандашик. Предназначен он для рисования бровей. Вот так выглядит сводч. Цвет очень удачный. Я выбрала. Мне он очень понравился. Рисует мягко, не царапает кожу. Так что, очень грифель приятный для рисования. Номер 5546. Хотелось мне еще раз взять бальзам-кондиционер. Он предназначен для жирных, нормальных волос. Идет он с экстрактом клюквы кудесницы. Я его уже обрала. И он мне очень понравился. Он великолепно работает. Не утяжеляет. И хорошо расчесываются волосы после него. И блеск появляется на волосах. Мне очень он понравился. И я решила еще раз его взять. Последнее, что я хочу вам показать. Я взяла теплые леггинсы. Они идут из хлопка. Тут 200 ден. Вот так выглядят леггинсы. Резинка здесь такая плотная. Хорошо тянется. Вот так выглядят перед. Вот так выглядят леггинсы сзади. Здесь резиночка, которая находится внизу, очень такая тоже плотная. Хорошо прилегает к ноге. И можно в ней ходить дома. Они будут вас греть вечерами. И если вы захотите, то можете их одеть весной под удлиненный свитер. Будет шикарно просто выглядеть. Еще длинные сапожки или полуботиночки. И вы будете просто супер модель. Кожа после них не чешется. Никакой аллергической реакции я на себе не увидела. И они мне очень понравились. Тем, что они очень так хорошо прилегают. И плюс они такие тепленькие. Так что мне они очень понравились. Эти леггинсы. И хочу вам показать то, что в этом следующем номере присутствуют подарки, которые можно подарить. Мужчинам можно подарить галстук, шарф, ремешок и портмоне. Еще будет новинка. Сразу же хочу ее попробовать. Это мятный шоколад. Здесь будет и скрабик, и шарик для ванны, пена для ванны. Поэтому уже хочется попробовать вот такую новинку. Мятный шоколад. Также будет новинка. Это блеск для губ. Зеркальный объем. Идут они в таких тюбиках. И плюс присутствует такая интересная скошенная кисточка. И также цвета. Видео подошло к концу. Все продукты, которые я хотела вам показать, я показала. И хочу вам сказать спасибо всем за комментарий, за просмотр. Если вы не хотите пропустить новые видео, то подпишитесь. И приятно вам дальнейшего просмотра. Остальных видео, которые присутствуют на моем канале. До новых встреч! В конце видео я хочу вам показать маленький мой эксперимент. Итак, я беру сейчас маску. Наношу себе ее на маленький участок кожи. Чтобы показать, как моя дочка использовала. Спрей для лица. И брызгаю. Ждем 20 минут. Время этой маски на лице 20 минут. После того, как я побрызгала этот спрей для лица на маску, засохла она примерно где-то через 5 минут. Вот, можно посмотреть. То, что она уже не такая влажная. Она уже такая немножко подсохла. И буквально осталось где-то уже держать ее чуть поменьше времени. А в дальнейшем результате вы увидите уже через несколько минут, как эта маска снимается. Итак, прошло ровно 20 минут. И пора маску уже снимать. Вот так она выглядит после того, как прошло определенное количество времени. того, чтобы уже ее снимать. Маска такая уже подсохшая. Можно уже посмотреть, что даже иногда можно поскорбить немножко, она уже будет сниматься. Но лучше, конечно, так не снимать, потому что вы кожу будете только раздражать. Поэтому можно взять влажный тампончик или диск. Его нам надо побрызгать. и маску снимаете. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok